Поверьте, мне как член комиссии по защите госсуверенитета, я именно занимаюсь в этой комиссии внутренними угрозами, так называемой пятой колонной, у нас есть чем заниматься, у нас есть поле для деятельности. Потому что я раньше думала, когда мы только воссоединились с Россией, о том, что как можно критиковать Путина, ведь как повезло России, такой сильный президент. Ну, я думаю, все крымчане вас понимают. Наверное, в Крыму нас слышат, меня понимают, но нам есть чем сравнить. Президент Украины Виктор Янукович, он упал от яйца, которое в него бросили, поэтому сравнить есть с чем. И естественно, что после этого Путина ценишь и понимаешь о том, что этот человек должен руководить страной и как можно дольше. Потому что, вы же посмотрите, какая сейчас развернулась на Западе такая, знаете, русофобия относительно того, что вот пусть Путин поправит чуть-чуть, потом Путина не будет. И у нас, они так и пишут, откроется окно возможностей. В Конституции на сегодня Российской Федерации не закреплено преимущество национального права над международным. Нет у нас такого. Мы сейчас впервые это вводим. Ага, Путин, значит, срок заканчивается, здесь преимущество международного права. Вот мы с вами пересмотрим, вот у нас с вами и Курильские острова, вот наш Кёнигсберг, Калининград наш, а для них неизвестно... И, конечно же, Крым. Ну и родной наш любимый Крым. Поэтому можем ли мы, крымчане, допустить, чтобы кто-то себе на секунду представил, что у него откроется такое окно возможностей? Да не будет у него этого окна. Мы с вами, когда придем и проголосуем за эти поправки, мы придем, мы замуруем эту стену намертво. И не будет у них такого окна. И более того, мы предоставим возможность нашему президенту еще быть у руля, быть нашим верховным главнокомандующим и бить по рукам всем тем, кто сегодня пытается о чем-то рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok